8 больших и 4 маленьких елок. Магадан начал подготовку к Новому году. Зеленые красавицы поставят не только в центре города, на Магданской театральной площади, но и в микрорайонах. На Магданской площади она будет тематической, в стиле ярмарки на Древней Руси. Балалайка, петрушка, самовар. Все эти игрушки для елки своими руками сделали сотрудники музейного комплекса Магадана. В прошлом году специалисты сшили 24 украшения, в этом еще два десятка. На одну такую игрушку сотрудник музейного комплекса тратит около двух дней. По словам специалистов, несмотря на то, что труд это непростой, главное, чтобы украшения радовали горожан. Мы считаем, что это будет очень полезно. Во-первых, для того, чтобы пробудить, может быть, кого-то из горожан, попытаться создать дома елку, так сказать, в духе тех традиций, которые когда-то у нас были, создавать игрушки своими руками. Ну, а во-вторых, может быть, даже просветить немножко детей, рассказать им о народных промыслах, рассказать им о тех важных игрушках, которые когда-то были в жизни людей, и сегодня они возвращаются в нашу жизнь. В Магадане планируют установить горки, которые не только будут украшать город, но и радовать детвору. А еще в этом году состоится ежегодный конкурс ледяных скульптур «Магаданский хрусталь». Испытать себя хотят не только магаданцы, но и жители других регионов и даже стран. Поэтому областной центр также украсит фигуры из льда. Он будет проходить, как всегда, вот перед новогодними праздниками с 16 по 22 декабря. Место мы выбрали то же, что и в прошлом году. Это вот пешеходная зона «Магаданское время». Здесь на сегодняшний день уже у нас было более 20 заявок, но отобрано порядка 15 участников и появится у нас около 20 ледяных скульптур. По словам специалистов, в начале декабря Магадан засияет новогодними огнями. До 6 декабря планируют установить и оформить все елочные конструкции. Город также украсит праздничные консоли. Уже очень скоро новогодняя атмосфера и предпраздничное настроение окутают улицы и площади любимого города.